Государственная программа молодежных трудовых отрядов стартовала в нашем городе в прошлом году. Тогда обеспечить работу удалось всего 30 человек. Ребята, уверяя в Центре по работе с молодежью, к своим обязанностям подошли добросовестно. Однако у местных властей нарекания все равно возникли. Когда было обратное совещание, Акин делал замечание, что у нас иногда перекликаются территории с теми, которые должны убирать подрядчики, за которых уже платят. И чтобы не было этого дубляжа, мы совместно с жилищной инспекцией разработали именно график. Согласно графику, в этом году подросткам предстоит благоустраивать зеленые зоны вдоль микрорайонов и дворы жилых домов. Это те территории, уборкой которых заняться некому. Кроме этого, молодежным трудовым отрядам доверили также побелку деревьев, покраску заборов и даже ремонт заброшенных детских площадок. Контроль за качеством работ возложен на представители КСК и ОКМС. Пока нареканий к юным помощникам не возникало. Да и сами подростки довольны. Мы работаем всего 6 часов в день и у нас есть свободное время, как бы остается полдня. Ну и мы делаем город чище. Это с нашим экологическим состоянием, это хорошо. По словам 16-летней Насти, работа несложная, а дополнительный доход ей будет кстати. В общей сложности за 22 рабочих дня участники программы получат более 30 тысяч тенге. Правда, при условии, что работать будут без нарушений. 18 тысяч тенге каждому бойцу выплатят из местного бюджета, еще 15,5 из республиканского. Теперь главное, чтобы не вышло, как в прошлом году, когда деньги из Астаны сильно задержали. Все ребята у нас, мы держим связь, июльские ребята, все по социальной сети ВКонтакте. Я им сказала, в пятницу проверяйте зарплату, идете. Если нет зарплаты, вы мне пишите, звоните, и потом вот каждый день меня беспокоите. Звоните, и я в свою очередь буду уже Астану беспокоить. Обещали, в этом году не будет задержки. В память о летних трудовых буднях у бойцов молодежных отрядов также останутся приметные майки и бейсболки. Рабочую одежду, в том числе обувь, всем участникам программы выдают бесплатно. Это уверяют организаторы государственной программы, позволяет сплотить ребят и вселить в них уверенность, что их труд действительно нужен стране.